Добрый день! Добрый день, дорогие друзья, коллеги! Мы начинаем вебинар. Спасибо, что нашли время быть сегодня с нами онлайн. Всех подождём сейчас, пока ещё вы собираетесь. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, если вы хорошо видите меня и слышите, всё ли в порядке. Людмила, добрый день! Вера, добрый день! Людмила, спасибо за плюсики, у вас всё здорово. Наталья, добрый день! Спасибо за обратную связь. Напомню немного организационные моменты. Вопросы мы, как обычно, задаём во вкладке «Вопросы» в отдельной, чтобы я их в конце эфира нашла легко. Буду благодарна вам за обратную связь по ходу нашей презентации в чате, в общем. Задавайте какие-то вопросы прямо по ходу презентации, если что-то непонятно о том, о чём я буду говорить прямо в чате. Буду стараться обращать на него внимание. Запись эфира обязательно будет на сайте на нашем, в разделе «Обучение» и появится на YouTube-канале «Фаберлик Афишл». Итак, у нас сегодня очень интересная тема вебинара. Буду уже потихоньку начинать, пока коллеги подключаются. Сегодня мы поговорим о биологических часах, наших биоритмах. Узнаем распорядок дня кожи, поговорим о том, стоит ли нам уход за кожей подстраивать под определённое время суток, нужно это или это всё ерунда, и поговорим подробнее о серии «Уикенд». Мы проводили несколько прямых эфиров, и от вас получали вопросы по этой серии, обратную связь получали о том, что не до конца понятен механизм её действия или, может быть, не совсем понятно, кому пользоваться продуктами серии «Уикенд». И сегодня у нас есть шанс об этом поговорить подробнее. Вы знаете, когда я была маленькая, я очень часто лето проводила у бабушки в деревне. И я заметила тогда, что цветы или лепесточки их, сами цветки и листья открываются и закрываются в зависимости от определённого времени суток. И я даже специально ждала вечером, когда они начнут закрываться, чтобы понять, в какой момент это будет проходить. Вечером было проще, а встать утром на рассвете, чтобы поймать раскрытие, было намного сложнее, если честно. Но вот эта ритмика меня тогда, я точно помню, поразила. И, оказывается, она поразила не только меня, в том числе и учёных, и даже не в нашем веке, и не в прошлом веке, а в 18 веке. И даже был проведён эксперимент, когда растения поместили в тёмную комнату, где не было никакого солнечного излучения или какого-либо другого. И обнаружили, что растения продолжают жить по тем же биоритмам, по которым они жили на природе. И это удивительно, потому что мы-то думаем обычно, что солнце восходит, и растения и цветы реагируют на него. Потом она заходит, и они снова на это как-то реагируют. Оказывается, что вот эта ритмика настолько уже стала частью и жизни растений, и нашей с вами, она просто буквально заложена в наш ДНК. Потому что миллионы лет мы живём на этой планете. Солнце каждое утро встаёт, каждый вечер заходит. И уже сейчас известно, что в ДНК около 15 генов участвуют в организации вот этих биоритмов. Мы подстроились под режим нашей планеты. Мы и многие животные выбрали быть активными в светлую часть дня. Но есть и животные, например, совы или летучие мыши, которые, наоборот, активны в тёмную часть суток. Но какое бы время активности мы ни выбрали, всё равно наши биоритмы чётко настроены на биоритмы нашей планеты. И у каждого организма, и у нас с вами, есть вот эти внутренние часы, которые включают и выключают тысячи генов в разное время суток. И они действительно меняют нашу физиологию, наш метаболизм и наше настроение. И эти ритмы называются циркадными. Само слово циркадные имеет латинское происхождение. И это комбинация из двух слов. Цирка, я думаю, вы все встречали это слово, это «примерно», «около», и «диан» – это «день» по латыни. Получается, если это сложить, примерно день или «околосуточный» ритм. То есть циркадные ритмы – это все те изменения биоритмов, которые укладываются вот в 24 часа наших планетарных суток. Вы знаете, когда ребёнок рождается, совсем-совсем младенец, его биологические часы пока ещё не совсем точно настроены на природные биоритмы. Поэтому совсем-совсем маленький младенец, он просыпается, плачет. Достаточно, ну невозможно какую-то иногда даже логику проследить в этом. Но уже с 3-6 месяцев часы маленького ребёнка настраиваются. И уж тем более они хорошо, они чётко работают у нас. Как это происходит? Ну вот, например, в 2 часа ночи у нас с вами самый глубокий сон. Но постепенно наши часы внутренние начинают нас готовить к пробуждению. Постепенно нагревается наше тело, повышается ритм нашего сердца, и мы просыпаемся. Мелатонин, который – это гормон сна, который заставляет нас спать, его содержание в крови начинает падать ещё с 4 утра и уже к 6-7 утра достаточно низкое. И наоборот, в нашей крови растёт содержание гормонов активности – кортизола, серотонина. Примерно в это время у нас начинает выделяться в желудке пищеварительный сок. Мы готовы к завтраку. Мы завтракаем, идём на работу или в школу. И когда мы там находимся, днём, наш мозг головной буквально находится на пике своих возможностей. Мы готовы решать сложные задачи в школе, какие-то математические, геометрические, в офисе принимать важные решения. Дальше, если двигаться по суткам в районе 4-5 часов дня, у нас внутренние часы наших мышц посылают им сигнал, чтобы они пришли в максимальную активность, максимальный тонус. Мы лучше всего контролируем наше тело в это время, и это повод пойти в спортивный зал, заняться спортом. Уже с 8 часов вечера у нас начинает активно синтезироваться мелатонин, гормон сна. Он, как нянечка в детском садике, бегает по нашему телу и говорит всем органам и тканям, пора готовиться ко сну. Уже с 10 часов вечера температура нашего тела падает, и по-хорошему где-то в 10-11 часов вечера нам стоит уже ложиться спать и засыпать. И вот такой ритм, такой цикл наше тело, наш организм проходит каждый-каждый день. Друзья, напишите, сколько у вас времени, кстати, сейчас, чтобы, может быть, мы и поняли, кто сейчас в каком ритме, у кого пик мозговой активности, а кому-то, может быть, уже и пора заняться спортом или готовиться ко сну. Вы, о, у Ивета 12, о, это идеальное время для восприятия материала. Здорово. Если что-то вдруг непонятно, да, задавайте вопросы в чате прямо по ходу. Вот, в Томске, вот, в Томске уже пора в спортзал. Итак, а зачем вот вообще нам нужны вот эти ритмы? Ну, и жили бы и без них, как-то реагировали бы на изменения. А оказывается, что нашему телу очень сложно вот моментально реагировать на внешние изменения. Увидели мы какое-то блюдо, и тут же у нас выработался в желудке пищеварительный сок. Или захотел прилечь, лег, сразу же моментально уснул. С нашим организмом такого не бывает. Иногда кажется, что именно так и произошло, когда устал и как-то неожиданно заснул в течение дня. Но на самом деле организм имеет... Это сложная система, и ей нужно подготовиться к любому процессу. И поэтому вот эта заложенная ритмика, она нам позволяет начать готовиться к приему пищи, к физическим упражнениям, как к любой другой активности, немного заранее. И как настраиваются наши биологические часы? Оказывается, что главный ориентир для их правильной настройки – это солнце. Когда мы просыпаемся, мы по солнцу можем немного скорректировать наши биологические часы. Днем, когда ярко светит солнце, мы активны, мы чувствуем себя хорошо, нам не хочется спать. А вечером, когда солнце заходит, количество света уменьшается, у нас начинает синтезироваться мелатонин, который очень чувствительный к свету, и днем его просто быть не может. И мы, наоборот, хотим спать и ложимся спать. А представьте, если солнца, например, мало, и мы целый день сидим в офисе с достаточно тусклым светом. Или, я думаю, все, кто живут в Центральной России, знают, что такое зима, когда очень долго солнца практически нет. Это может привести к ухудшению настроения. Я думаю, мы все это замечали, чувствовали на себе. Или, наоборот, перед сном, когда наш организм, по идее, готовится ко сну, и вдруг мы смотрим на яркие пятна света, это наши гаджеты, экраны телевизора, и сетчатка нашего глаза, а там находятся тысячи фоторецепторов, они этот свет воспринимают как... Ой, подождите, у нас не ночь. И немножко наши часы из-за этого перенастраиваются и теряют вот эту природную ритмику, которую нам задумала природа, потому что природа не ожидала, что мы будем жить в таких больших мегаполисах с активным освещением ярким. Когда на самолете подлетаешь к городу, он как лампочка светится ночью издалека. Красиво название у этого «цветовой шум». Поэтому вот наши биологические часы, к сожалению, они не нестабильность. Нестабильные – это не какая-то данность, которая у нас работает идеально синхронизованно с природой, а мы своим образом жизни, мы вносим некие коррективы в их работу. Ну, мы все говорим про организм, про организм. Вы меня, конечно, спросите, а что кожа? Как кожа живет? Живет ли она по каким-то биологическим часам? Есть ли у нее какой-то ритм в процессах в ней происходящих? Или это не относится к коже? Вы знаете, про кожу – это кожа имеет очень прямое отношение. И я думаю, я точно на себе замечала, что в студенчестве, когда не получалось ночью поспать, вот первый признак у меня был – кожа сухая. То есть, видимо, она недовосстановилась за ночь, и вот ощущается сухость. Думаю, все сталкивались с этим. Давайте поговорим о распорядке дня нашей кожи. Вы знаете, сначала думали, что биологические часы кожи управляются головным мозгом. И это, конечно, разумеется так, но эксперимент ученые интересный провели. Они отбирали клетки кожи, отдельно их инкубировали в среде, где нет света. И оказалось, что клетки продолжают, даже будучи отделенным от всей массы клеток кожи, продолжают жить по определенному ритму. То есть, опять же, в каждой нашей клеточке кожи эти биологические часы уже заложены на уровне ДНК. Более 300 процессов в коже подчинены биоритмам. Более 40% генов в клетках кожи включаются и выключаются в зависимости от времени суток и от биоритмов. От 20 до 40% белков, а это наши важнейшие строительные кирпичики, также синтезируются в зависимости от времени дня. И зачем кожа эта нужна? Да точно так же, для чего это нужно и организму, чтобы подготовиться за 2-3 часа к каким-то изменениям и быть во всеоружии. Итак, давайте начнем с полночи, сверху на слайде в центре. И это время, когда наша кожа максимально восстанавливается, потому что ночью мышцы неактивны, температура тела минимальна, все процессы в теле затихают, и это самое лучшее время кожа позаботится о себе. Она пользуется этим временем тишины для того, чтобы навести порядок, провести ревизию после активного дня, починить те поломки, которые произошли в течение дня. И ночью пик активности, пик деления наших клеток, то есть клетки максимально делятся. Утром, это вот мы прошли с вами полночь и час дня, видим, да, синтез белков, липидов, детоксификация. Утром в 5 утра уже деление клеток замедляется, и кожа переходит в режим подготовки к активному дню. В 5 утра у нас пока еще минимальный активность сальных желез, но постепенно начинается уплотнение, укрепление барьерных свойств кожи, потому что скоро день, скоро нам выходить на улицу и подставлять свое лицо буквально под многочисленные факторы окружающей среды. Максимум защитной функции кожи достигают в период с 8 до 12 утра, поэтому я думаю, сейчас вам уже понятно, что нет большого смысла проводить какие-то процедуры или использовать регенеративный уход для кожи утром, потому что утром она укрепляет барьерные функции, и она вовсе не намерена пропускать какие-то активные вещества внутрь. Ей сейчас не до этого. Зато, например, если вы ходите в солярий, то лучше в солярий пойти в светлое время суток, когда кожа максимально защищена, а не делать это вечером. Мы замечали, что утром мы лучше всего себя, лучше всего выглядим, потому что у нас только что кожа восстановилась за ночь, у нас повышается микроциркуляция. Кожа наполненная, кожа свежая, но где-то уже к 12 к часу дня у нас начинает падать интенсивность микроциркуляции, у нас растет активность сальных желез, это время припудрить кожу, это время увлажнить ее дополнительно, потому что теряется часть влаги. В период с 3 до 5 часов у кожи такое получается сиеста у кожи. Период для отдыха, поэтому какие-то тоже процедуры или поход в салон на время с 3 до 5 часов дня планировать не стоит, не получите того эффекта, который бы хотелось. А вот как раз после 5 и до где-то 7 часов вечера кожа уже начинает готовиться ко сну, начинает готовиться к регенеративным процессам внутри себя, и вот это как раз хорошее время для СПА-процедур, для уходов. Вечер с 7 до 9, у нас активность верхнего рогового слоя самая большая наблюдается, это хорошее время для очищения, для эксплиации. А уже позже кожа готовится ко сну, и с 10 вечера в ней запускаются процессы регенерации, то, про что мы уже говорили, когда начинали наши часики. Поэтому действительно стоит обращать внимание на распорядок дня кожи, когда вы планируете уход за собой. И я думаю, что тоже теперь понятно, что вечерние и дневные кремы для кожи – это не просто желание продать вам больше средств, а действительно это продукты имеют разные действия. Цель дневного ухода – защитить кожу, помочь ей справиться со всеми стрессами, которые ожидают ее в течение дня. А вечерний уход, он как раз больше нацелен на восстановление, на регенерацию. И составы этих продуктов действительно отличаются. Друзья, как, все ли в порядке, все ли… Вот у Нины тоже 12 часов. Да. Есть ли сейчас какие-то вопросы? Интересно ли вам узнавать про распорядок кожи? А, кстати, напишите, кто из вас ложится спать и встает по утрам более-менее регулярно в одно и то же время. Придерживаетесь ли вы сами какого-то ритма или как получится? График получается более-менее рваный у вас. Спасибо, Ирина. Людмила, поздно ложиться. Людмила, я думаю, очень многие вас и понимают, и поддерживают. Да, к сожалению, сейчас такой ритм в нашей жизни, что ложимся мы поздно, но можно потихоньку как-то стараться корректировать и, может быть, по часику потихоньку восстанавливать, налаживать свой биоритм с нашим природным, естественным. Наталья, выложитесь в 23. Вы герой, гений. Я аплодирую. Вам очень тоже хочу так делать. Так, ну идем дальше. Мы пока все говорим о теории, об общих вещах. Давайте уже теперь переходить на то, как все эти знания реализуются в косметических продуктах. Очень интересное и актуальное направление – уход за кожей с учетом ее биоритмов. И особенно это направление стало интересным после 2017 года, потому что в 2017 году Нобелевскую премию получила группа ученых, которые открыли, как в нашем организме происходит регуляция биоритмов. И что оказалось? Вот мы с вами сейчас обсудили, что да, у нас меняется наш график жизни, мы не всегда встаем и ложимся в одно и то же время, мы наши часы сбиваем. Иногда самостоятельно, если вдруг какой-то перелет, и мы в другой регион передвигаемся. Либо иногда эти изменения связаны с нашим стилем жизни. Что тогда происходит и почему это не очень хорошо? Потому что мы уже проговорили, вот эти биоритмы для кожи – это как распорядок ее дня. Она знает, что так, через 2 часа мне на улицу, мне нужно запустить процессы защиты. А если часы сбиваются, кожа буквально оказывается вне графика. Она дезориентирована во времени, и она спит, например, тогда, когда нам нужна защита. А если кожа не может правильно ориентироваться во времени и не реагирует на те процессы, и не запускает те процессы, которые ей нужны в данный момент, она больше повреждается. Она теряет свою свежесть, она быстрее стареет. Поэтому нам нужны механизмы, которые могут помочь коже сориентироваться во времени, наладить ритм, его сделать одинаковым у всех клеточек кожи и еще синхронизировать его с биоритмами природными. И в серии Weekend, в которой мы медленно, наверное, переходим, мы используем ингредиент B41, который был вдохновлен Нобелевской премией 2017 года. Это растительный ингредиент. Это экстракт азиатского растения со сложным названием. Лиспедеция головчатая. Вот он красивый такой на слайде. Показан, видно, да, по цветочкам, что это семейство бобовых, похожие цветы на горох или на бобы. И такой нежно-нежно-розовый цвет у них в серединке. И поэтому серия Weekend такая нежно-розовая. И вот этот экстракт растительный, который мы получаем из Южной Кореи, он стабилизирует циркадные ритмы. Он синхронизирует циркадные ритмы клеток и природы. А что это значит? Это значит, что кожа вовремя и верно получает сигналы о том, что ей нужно делать. Это значит, что она более готова к перипетиям нашего дня. Снижается травматичность от ультрафиолетового и голубого излучения для кожи, потому что она просто к ним готова. Бет-циркадин является антиоксидантом. Он усиливает антиоксидантную защиту кожи. Он помогает ей удерживать влагу, потому что, вы знаете, вода в коже, как по водопроводу, циркулирует из дермы в эпидермис. И вот эти водные каналы точно так же открываются днем, закрываются ночью. Они подвержены вот этой биоритмике природы. И если они правильно работают, то и водный баланс в коже будет тоже правильным. Бет-циркадин обеспечивает защиту нашей дермы. А там находятся ключевые белки упругости кожи. Он их защищает и снижает их повреждения из-за стрессов и факторов окружающей среды. И вот этот прекрасный ингредиент является ключевым и главным во всей серии Weekend. Вот она, продукты этой серии у меня с собой. И когда эта серия вышла в конце 2018 года, она, наверное, была практически первой косметической серией, которая затронула тему биоритмов кожи. Сейчас я перед эфиром посмотрела, есть несколько профессиональных брендов, косметических, которые тоже сейчас выпускают продукты, ориентированные на улучшение, на стабилизацию биоритмов кожи. Но все равно, по-моему, очень-очень приятно, что Фаберлик был, может быть, и первым. Ну, пускай, скажем, одним из первых, вдруг мы чего-то где-то не знаем. Итак, бета-циркадин точно, как и все практически активные ингредиенты, которые мы используем, проверен в клинических условиях. Понятно, что биоритмику улучшилась, она не улучшилась. Сложновато узнать на коже добровольцев, но на клетках мы точно подтвердили, что существенно увеличивается защита антиоксидантной кожи, улучшается работа вот этих вот водных каналов. А что мы видим на коже, что на 10% улучшается ее текстура уже через одну неделю, а на 35% через 4 недели. И очень важно, что в клиническом тесте участницы работали в ночную смену. То есть мы специально подобрали добровольцев, у которых биоритмы нарушены. На 18% уменьшается отечность уже через 4 дня, улучшается состояние кожи в целом, кожа под глазами. И для кого эта серия? Это ежедневный уход для сохранения молодости кожи. Это такой уход, который улучшает, налаживает самогигиену кожи. Она подойдет всем тем, кто вынужден работать иногда в ночную смену. Это наши дорогие, любимые, чудесные врачи. Это бортпроводники. Все, кто работают в офисах, где освещение искусственное, и немного оно отличается от естественного солнечного излучения, и кожа все равно в офисе при одном и том же, и при одной и той же интенсивности освещения, она немного теряет вот эту связь с природными биоритмами. Поэтому офисные работники, кто мало выходит на улицу, это тоже серия для вас. Для тех, кто вынужден по работе, очень много работать с компьютерами, с гаджетами, и даже поздно-поздно вечером, я думаю, таких тоже очень много среди нас. Вот для всех таких людей эта серия и предназначена. В нее входит очищающая эмульсия, очень мягкое средство, в ней очень бережные павы, которые минимально действуют на барьерные функции кожи. Можно даже удалять макияж с помощью этого продукта. Уникальная текстура-трансформер, вы, если пользовались, замечали, если не пользовались, то попробуйте. Текстура из такой белой эмульсионной на коже превращается в прозрачную гелевую, или, может быть, даже можно с тоником ее сравнить. Сердце любой серии – это сыворотка, в данном случае восстанавливающая сыворотка для лица, Thermal Therapy, с максимальной дозировкой активного ингредиента ЦРК-1. Возвращает кожу свежесть и сияние, как я сказала, уже восстанавливает вот эту необходимую самогигиену и здоровье кожи. Очень легкая, прозрачная, очень приятная. Два таких дневных уходовых средства в серии – это увлажняющий гель лица Aqua Boost, это гелевая текстура. Если вам нравятся легкие такие, похожие на корейские средства, то этот продукт для вас. Успокаивает раздраженную кожу, наполняет водой. Так, как бы мне в камеру. Вот. Препятствует потере влаги. Ну, мы говорили, что ЦРК-1 непосредственно влияет на систему водоснабжения кожи. И второй продукт, он уже более такой кремовый, восстанавливающий крем для лица Skin Recharge. Если вам больше нравятся рецептуры поплотнее, то выберите его. Гель-крем для вокруг век устраняет видимые следы усталости. Если мы не высыпаемся или наш ритм нарушен, то кожа глаз одна из первых реагирует, поскольку самая тонкая. И ночная маска Harmony Sleep с также высокомолекулярной гиалуроновой кислотой для увлажнения. И еще хочу сказать, что помимо Бет-Саркадина в этой серии, вы видели в каталоге, используется минеральная вода из французского региона Увернь. Это регион в центре Франции, недалеко от Альп. Там находится огромный вулканический парк. И в этом же регионе находится самый большой в Европе потухший вулкан. И часть воды в рецептурах серии Weekend заменена на минеральную воду из этого вулканического региона. Почему это интересно? Вода медленно фильтруется, природная вода, дождевая вода медленно фильтруется через почву, через горную породу вулканическую, насыщается минералами. И это определенный минеральный состав, который делает ее благотворной для кожи. Наталья спрашивает, для какого возраста серия подходит. Нисколько вы не опоздали с этим вопросом. Спасибо большое за него. Эта серия, вы знаете, она такая, она в нагне возраста. Можно использовать ее, начиная с 20-25 лет. Я рассказывала свою историю про свои студенческие ночные бдения за подготовкой к экзаменам. Это такая ежедневная гигиена кожи, самая гигиена кожи. Вы можете сыворотку использовать или всю серию какими-то, может быть, курсами, чтобы синхронизировать биоритмы вашей кожи на природной, чтобы ее ресурсы поддержать. Потому что мы с кожей друзья и соратники, если мы не будем помогать ей выполнять свои ежедневные обязанности и не будем ее готовить к ее сложному, интенсивному расписанию дня, то ее состояние даст нам об этом быстро знать. Наталья, маску, если хотите, можете смывать. Если не хотите, не смывайте. Это как вам удобно, как вам комфортно. Сама маска ночная, то есть ее, в принципе, можно и не смывать. Но если вам просто дискомфортно, нанесите ее, походите какое-то время и удалите перед сном. Итак, еще несколько советов вам скажу. Про уикенд мы поговорили. Напишите, пожалуйста, в обратной связи, стало ли вам более понятно, как работает серия, кому ее предлагать, как про нее говорить, что-то, может быть, еще осветить. Я, конечно, сейчас посмотрю вопросы во вкладке «Вопросы». Коротко еще хочу сказать, что, вы знаете, здоровый образ жизни начинается, и врачи сейчас об этом много говорят, с настройки биоритмов. Я думаю, вы слышали, что человек без еды может прожить, ну, 45, например, дней, без воды 6-7, а вот без правильного, например, сна, а сон – это регенерация, и это как раз такой, часть наших биоритмов – сон. Всего три дня, и уже начинаются необратимые какие-то изменения. Поэтому ЗОЖ начинается с настройки биоритмов. И поэтому пользуйтесь серией «Уикенд», подбирайте правильный уход под то время суток, в котором вы в данную секунду-минуту находитесь. Из общих советов старайтесь ложиться спать вовремя, не сидите до самого последнего момента перед сном в гаджетах или хотя бы снижайте яркость экрана в вечернее время, если что-то нужно сделать по работе. Да, Ирина, спасибо. Да, я очень рада, что стало многое понятно. Крем для сухой кожи. Какой вы имеете в виду? Тут зависит, конечно, еще и от сезона, и от того места, где вы проживаете. Вот гель «Аквабуст», я бы сказала, что это можно для любой кожи летом точно, если ваш климат влажный, в зависимости, где вы живете. Если вы в каком-то холодном регионе России живете, то это скорее тогда летний вариант, а вот второй крем уже более плотный, может быть, может более подойти в осеннее и зимнее время. Так, ну, Татьяна, спасибо большое. Виктория, да, я очень рада, что серия вам подошла. Я сейчас посмотрю, что в вопросах. Так. Надежда спрашивает, если в 4 утра она встает, а кожа жирненькая. Кожа жирненькая с утра, и это во многом нормально, потому что в течение ночи кожа проводит детокс. Вы знаете, что мы во сне много потеем, потому что клетки выводят все токсины, которые накопились в течение дня. А ночь – это время чистки. Поэтому, да, я тоже встаю, у меня лоб, например, иногда такой лоснящий, жирненький. Просто умывайтесь утром. Катя, да, ваш маленький сын командует биоритмами. Да, я понимаю. Смывается ли очищающая эмульсия? Ирина спрашивает. Ну, вы знаете, если вы дома, и если вы можете смыть, то смывайте всегда. Не нужно вот такую косметику, которая нацелена на очищение, лишний раз оставлять на коже лица. Но, в принципе, если вдруг возможности нет, то вот можно даже и как на ватный диск, как вот мицеллярной водой пользуйтесь, можно и так этим средством воспользоваться. Но еще раз повторюсь, если вы дома, и ничто вам не мешает ее смыть, лучше смойте. Так, вопросов больше нет. Спасибо, друзья, за ваше внимание. Так, и как только собиралась уже закончить, появились вопросы. Мария спрашивает, можно ли эту серию комбинировать с другими линиями? Да, пожалуйста, и Римма тоже часто говорит, что серии можно комбинировать друг с другом, выбирайте то, что вам комфортно. Да, пожалуйста, можете пользоваться сывороткой, например, а через какое-то время наносить крем поверх сыворотки. Какое время лучше проводить омолаживающие процедуры? Пилинги, скрабы лучше проводить именно вечером, когда у вас активный роговой слой на обновление. Омоложение тоже это скорее вечернее, потому что к вечеру кожа начинает процессы восстановления, повышается ее проницаемость, она может больше в себя вобрать. И в том числе это нужно, чтобы и ночью вывести лишнее, провести детоксочистку. А, Зинаида, извините, я просто не заметила вопрос. Если вам нравятся эти средства, и они вас устраивают, вы можете пользоваться ими в течение постоянно. Если вы сейчас, у вас такой период жизни, что вы чувствуете, что вы не по природным ритмам живете, можете пользоваться и курсом 3-4 недели. Рекомендую, поскольку именно вот это время тестировалось клинический активный ингредиент, который мы используем, поэтому можете и так, и так, как вам удобно. Мария спрашивает про, в общем, можно ли иметь аллергию на линию, например, аксиологи. Мария, вы знаете, аллергия – это очень индивидуальная история, и аллергию можно, правда, иметь на что угодно, и она может быть только у очень даже небольшой группы людей, например, тогда, когда большинство и ни разу с этим не сталкивалось. Вот, поэтому, да, бывают индивидуальные реакции. Ирина, да, эту серию можно использовать в любое время года. Друзья, у нас уже 45 минут прошло, поэтому спасибо, Ирина, большое за обратную связь. Давайте завершать оставшиеся вопросы. Давайте тогда прибережем на будущие эфиры. Я вам желаю успехов в вашей работе, в продвижении серии «Уикенд» и всех-всех остальных серий нашего ассортимента. Хорошего вам дня или вечера и ночи. Живем по биоритмам. Вот, все, счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!